Дорогие мои, наша Пасха это победа над этим миром, с его скорбями, с его печальными, с его бедными, с его болячками, с его безумием. Наша Пасха продолжается и кончилась светлая седмица, но разве у нас следующая седмица не светлая? И разве у христианина бывает не светлое что-то? Это только тогда, когда мы теряем Бога, тогда все становится темным, все темное, потому что внутри темно, и человек не ведает, что творит, что говорит, и поэтому, конечно же, ему нужно пускай на ощупь, пускай ползти, но в храм, к свету, к той любви, которая может поднять, которая может дать силы дальше жить во свете любви крестовой. Другой жизни нету, все остальное самообман, иллюзия, декорации, все остальное это просто спектакли, которые мы можем играть, и будем играть, может быть, даже очень правдиво. И может быть, действительно, в эту роль будем, настолько мы вживемся в эту роль, что мы уже не будем понимать, что это не мы сами. Потому что человек настолько много штукатурки, понимаете, настолько все заляпано грехом, понимаете, замазано, и все это нужно счищать по-живому, понимаете, слой за слоем. Человек говорит, вот я был хороший до храма, да, а потом вот я что-то посмотрел, пришел в храм, и такой гад стал, такой стал уродливый человек. Он не понимает, что начинается сниматься вот этот вот слой, понимаете, и человек начинает реально видеть себя, какой он, познай себя, и хватит с тебя. Сегодня неделя Фомы, понимаете, какое дерзновение, какая вообще, какая динамика вообще, когда человек ищет по-настоящему Бога, когда он не просто, ну ладно, воскрес и воскрес, вот я вложу свою руку в его ребра, вложу в его язвы, понимаете. Это было искренне, это было действительно тот порыв, который необходим нам, чтобы встретить Бога. Ведь понимаете, что ужас в чем, что мы можем всю жизнь ходить в храм, и Бога не встретить. Вот, вот что ужасно. Мы можем все знать, как нам поститься, как нам молиться. Устав церкви можем знать прекрасно, в Писании можем знать, а Бога, вот этой живой встречи с Богом не было. Потому что нужно, чтобы встретить Бога, живого надо самому оживать, надо самому становиться святым. И не бояться вопросов, которые ты должен задать самому себе. И, конечно же, Богу. И Он на эти вопросы всегда ответил, понимаете. А мы говорим, ай, да ладно, ну что там уже, понимаете. Что происходит в храме? Чудо происходит, преображение человека, воскрешение человека к новой жизни. А если мы это превратим в овощное хранилище, что тогда, понимаете? Мы привыкнем, да, неплохо. Мы пришли, да, пришли. Хорошо, хор поет, знаете, пространство, красивые краски, цветы. Вот прошли, да, нас окропили, немножко бодрее стали. Но этого недостаточно, понимаете? Все происходит в встрече с Богом вот здесь, внутри человека. Когда душа рвется от греха, когда человек задыхается от той жизни, в которой он живет и говорит, больше я так жить не хочу и не буду. Вот это настоящая встреча, понимаете. Или смерть, или Бог. Я не могу жить, как все. Я не могу жить, понимаете, подражая всем, кто вокруг меня. Я хочу жить перед Богом. Я хочу, чтобы Бог был в центре моей жизни. И тогда начинаются такие испытания, такие искушения, такие скорби, которых, если человек боится, он уйдет, скажет, нет, нет, мне не посильнее. Я не буду бороться со своей плоти и кровью. Я ее должен ублажать. Я ее должен питать. Я ее должен, понимаете, всячески ласкать. А мне нужно с ней бороться. Со своим самолюбием. Со своим, понимаете, мнением о себе. Понимаете, чем ближе ты к Богу, тем больше ты видишь свое безобразие. Тем меньше ты осуждаешь своего ближнего. Тем тише ты становишься в своих высказываниях и в своих определениях. Ты понимаешь, что ты не достоин ничего, что имеешь. И это рождает у человека благодарность, понимаете, к Богу. А не просто так, понимаете. Я не такой, как они, как фарисей сказал, как этот Мэтай. А я другой, я церковный человек, понимаете. Я вам говорил, как я с девушкой одной когда-то давно-давно общался, да. Она курила, бросила курить через полгода. Она говорит, фу, они курят. И мне был этот удар. А ты кто такой? А я православная, косыночку одену. Знаете, какой подмен, какой спектакль. Но это просто по неопысленности, по непониманию. Человек верующий, у него все время сердце открыто. И в него все время стрелы попадают. И больно этому сердцу. Но он не может его закрыть, потому что это... Зачем спрятаться? От кого ты будешь спрятаться? От дьявола? Да он в тебе, внутри тебя живет. Потому что ты ему дал эту возможность жить внутри себя. Потому что ты поверил ему. И многое делаешь по его указке. А нам нужно жить только с Богом. Поэтому, дорогие мои, у нас есть возможность, есть возможность еще с вами попраздновать нашу Пасху. И может быть даже, если мы к этому навыкнем немножко, то, может быть, весь год будет такой, как Серафим Саровский говорил, «Радость моя, Христос воскрес!» Это же не просто. Какими страданиями, какими мучениями, какими искушениями, испытаниями. Мы же не знаем, не все пишется. Есть книги, где пишется по-настоящему. Как его не понимали, не принимали, гнали. Это, ну, есть книги, о которых это написано. И все равно, понимаете, вот пройдя это все испытание, у него остался только в душе Христос воскресший. Поэтому он каждого человека в нем видел этого Бога. А мы видим кого? Какого-то проходимца, какого-то, понимаете, прыщелыгу, какого-то, понимаете, придворщика. И видим грех. Потому что мы не боремся за хорошего человека. Мы не боремся за хорошую мысль. Мы не боремся за хорошее слово. Люди живут вместе. Вроде как бы любили друг друга. Вот исповедуешь. Каждый, каждый, вот, не... В субботу, когда исповедуешь, люди приходят. И одно и то же. Одна и та же пластинка. Да вот сейчас не любим. Да сейчас вообще. Зачем я вот такой шаг сделала? Зачем я... А за любовь что? Нужно умереть за любовь? Ах, кто никто не хочет умирать за любовь? Я сама по себе. Мне неудобно. Мне не... Ах, что ты думала, что семья это удобно? Это комфортно? Это что? Все так, понимаете, без сучка задоринки? Да это скорби. Когда ты должен нести немощи другого человека. А люди об этом совершенно не говорят и не понимают. Поэтому и такая страшная картина сегодня, что... Сегодня мы вместе, а завтра я тебя не знаю и вообще и знать не хочу. Такого быть у православных людей не должно. Мы должны решать. Идти вперед, значит идти. Пошли за Христом и не останавливайтесь. А то будет тысяча причин, чтобы остановиться, чтобы уйти в сторону. Мы скажем, это не наша мера. А кто знает свою меру? Все могу, а укрепляющий меня Иисусе. Так что подровняйтесь, подтянитесь и постараемся повоевать за себя и за своих близких. Спасибо. Спасибо. Спасибо.